Спустя годы я понял, что логика и рассудительность вообще не действуют. Я это усвоил благодаря матери. Мама моя была расисткой и ханжой. В Библии написано «почитай отца и мать своих». Почитай я маму, я бы вырос ханжой. Понимаете? Почитать нужно всех, кто достоин почтения. Это же понятно? То, что мама ханжа я узнал, когда привёл в гости парня японца. Она говорит, нашёл кого привезти в дом. Так громко, что этот парень услышал. И он говорит, ладно, я пошёл, Жак. Мы с ним познакомились в Калифорнии. Я приехал домой спустя много лет. И говорю, ну ладно, увидимся. Он всё понял. Я применил к маме логику. Говорю, ты же его даже не знаешь. Ты с ним не общалась. Он хороший парень. Мама говорит, я не хочу их здесь видеть. Думаю, блин, Жак, если ты мать не можешь образумить, как ты решился изменить мир? Как ты создашь более разумный мир? Давай-ка поработай над мамой. Тогда я соврал маме. Я сказал, мам, я искупался в Истривер. На Истривер высокая стенка. Я не мог вылезти. Это неправда. А этот японец работал на катере и бросил мне спасательный круг. Если бы не Мисата, я бы умер. Мама говорит, о боже, а я его так обидела. Я говорю, ещё как обидела. Она говорит, Жак, пожалуйста, позови его в гости. Я хочу извиниться. Я говорю, я не знаю, придёт ли он теперь. Это я нарочно. Чтобы она меня упрашивала. Ведь ей было стыдно. Она говорит, ну пожалуйста, пригласи его. Я звоню Мисата, говорю, когда войдёшь, мама будет тебя обнимать и целовать. Ну так её воспитали. Я сказал ей, что ты спас мне жизнь. Он такой, ну это же неправда. Я говорю, не вздумай матери это сказать. Так она хотя бы даст тебе шанс. Мама говорила с ним за ужином. Я вышел, а потом вернулся, когда Мисата пошёл в уборную. И спрашиваю, ну что, мам, ты говорила с ним полчаса. И мама говорит, знаешь, а он прям как мы. Я говорю, да, но он всё равно желтомордый. Подколол её же дурью. Она такая, да какая разница. Он хороший парень, замечательный. У него прекрасная семья в Японии. Да, но он всё равно косоглазый. И показывай вот так. Она говорит, не делай так. Он тебе жизнь спас. Да всё равно он желтомордый. Она его давай защищать моими прежними аргументами. Пообщавшись с ним месяц, она называла его сынок. Одной рукой обняла Мисата, а другой — меня. После этого я ей сказал, мам, он не спасал мне жизнь. Когда я добился своего, понимаете, она говорит, ах ты гадёныш, я ведь и дверь ему не открыла бы. Вы поняли? Рассудительностью и логикой людей не проймёшь. Достучаться можно только понятным человеку образом. Не получилось, зайди с другой стороны, если хочешь менять людей.